Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, жакет Шанель. Скоро-скоро будет завершение этого проекта. А сегодня я хочу поделиться просто сногсшибательным открытием. Я думаю, что вам оно понравится. Конечно же, расскажу о тонкостях и нюансах. Поэтому советую вам досмотреть этот ролик до конца. Все мои ролики с очень полезной информацией. Иногда такие вот мелочи, но играют очень важную роль в изготовлении ваших изделий. Итак, вначале давайте я покажу, что же у меня получилось. Я уже, конечно же, это все примеряла. И я угадала. Угадала с выкройкой, когда прикладывала к курточке, вывязывая спинку. В общем, жакет сидит просто идеально на мне. И сейчас это, можно сказать, безрукавка. И ее даже можно оставить в таком виде. То есть без рукавов. Одеваем какую-то белую рубаху или черную. И у вас получается очень красивый вид. Но тема этого ролика, это мой секретик. Уже столько было роликов по прятанию кончиков. И вот здесь вот мы выполняли тамбурный шов. И прятали кончики при помощи иглы. А сегодня я нашла новый способ прятания кончиков. И он, наверное, самый лучший. Вам мало кто об этом расскажет. Об этих всех тонкостях. Я думаю, что мало таких роликов найдется на канале. Это действительно секрет. И я покажу все этапы. Вот посмотрите. Вот я сейчас перевернула на изнаночную сторону. Полотно легкое и очень-очень аккуратное. И вот здесь вот вы даже, пока я не скажу, вы даже намека не найдете на кончики. Вот эти кончики, которые вот вы видите вот здесь. И вот эти кончики я вам поэтапно расскажу, как их можно убрать, чтобы добиться вот такого результата. И вот эти кончики, посмотрите, я не вижу здесь вообще никаких кончиков. Но если присмотреться, эти кончики вот здесь. Вот они. Итак, давайте вначале я расскажу об этом секрете. А потом уже буду говорить о всех тонкостях и нюансах, об этих петельках, как я и что делала. Поскольку ролик, основная его часть, тема этого ролика, это вот этот секрет прятания кончиков. Вы мне там пишите комментарии, что вы уже купили пряжу и ждете, чтобы мы начали вязать пальто. Хочу сделать объявление сейчас. Девочки, вы меня не ждите. У вас уже вся информация. Вот сейчас я покажу, как прятать кончики очень красиво и незаметно. И вся информация у вас уже будет. Вы же можете связать пальто на базе знаний, как мы вязали вот этот жакет. Здесь все очень просто. Находим выкройку понравившегося вам пальто, своего размера. Вяжем филейную сетку по этой выкройке. И дальше делаем все то же самое, что мы делали, вот выполняли с вами в этом жакете Шанель. Итак, давайте покажу, как же я прячу вот эти вот кончики. Первый этап, первый этап. Это, отнеситесь к этой информации серьезно, потому что это очень важный момент. Итак, первый этап. Когда мы готовим прятку для техники штопка, мы обязательно ее, вот махер, я отмеряю все это вручную, делаю припуск на полотно. Ну, то есть, вот смотрите, вот я меряю вот так вот, да, и где-то вот так вот оставляю для того, чтобы и кончики у меня остались, и для того, чтобы было место, чтобы эту прятку продеть. Отрезали прятку, вернее, не отрезали, вот важный момент, оторвали, просто вручную оторвали. Почему? Нам нужны вот эти вот кончики, которые вот такие длинненькие. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Когда мы отрываем, у нас кончик вытягивается, видите, он становится толще-толще, а потом идет на нет. Что будет, если мы это отрежем? У нас получится, смотрите, вот такой вот толстый кончик. Поэтому первый этап это отрываем вручную нашу прятку, только вручную, без помощи ножниц, чтобы у нас были вот такие вытянутые кончики, чтобы они шли толще-толще, а потом тоньше. Ну, а потом начинаем заправлять, значит, в полотно все наши вот эти вот прятки, как я сделала вот здесь. Итак, прятки у нас заправлены, кончики у нас правильные, вот они все тоненькие, не отрезанные, а оторванные. Махер очень легко рвется. Я думаю, что у вас не будет особых трудностей при вот этом маневре, когда вы отрываете махер вручную. Мы заполнили всю нашу, ну вот у меня здесь еще не заполненный отрезок остался, но ничего, я вам сейчас просто покажу, что мы делаем дальше. Дальше мы обязательно, обязательно должны это все отгладить и отпарить. Тоже важный момент. Этап номер два. Берем утюг и вот это все полотно, где мы только что продели наши вот эти прятки. Мы просто вот так вот ударами пара, но сейчас в кадр не помещается, но мы начинаем прямо от самого начала и вот так вот как бы укладываем наши вот эти все прятки. Они все разгладятся, полотно будет очень ровным и красивым. Не боимся. Хоть и говорят, махер нельзя гладить. Девочки, это неправда. Это ложь. Я гладила и дорогой махер, и ничего с ним не было. С одной стороны прогладили, теперь то же самое делаем с другой стороны. Вот так вот берем. Сейчас я уберу. И вот так вот гладим. Прям можно вот ударами пара вот так вот все это дело хорошенько-хорошенько разровнять. У меня даже на тройке стоит, но у меня, по-моему, что-то с утюгом. Мне кажется, он на тройке стал не таким мощным, как он был при покупке. Можно на двойке, но обязательно с паром. Вот так вот хорошо, хорошенько все это дело разглаживаем. Это был второй этап. Ну, а теперь последний этап. Вот здесь вот я сразу хочу сказать, я, конечно, переделывать не буду, но вот в этой части я немножко делала по-другому. Сейчас я покажу, в чем здесь причина. Вот здесь вот у меня очень толстое полотно. Почему? Я вот эту прядь продевала вниз к этой обвязке, потом возвращалась назад. Вот это можно не делать. Какой-то очень утолщенный край получается. Поэтому я это делать не буду. Вот здесь мы уже ничего я не делала. Посмотрите, как тоненько и красиво. И здесь, ну, естественно, больше я так делать не буду. Это была моя первая шишка. Вот здесь вот продевая прям нить до конца обвязанного полотна. А теперь мы пойдем другим путем. И сейчас я покажу, что мы делаем дальше. Вот они наши прядки. Кончики у нас тоненькие. Теперь мы берем крючок и входим в нашу перемычку, в воздушную петлю, где были у нас столбики с накидом. И идем, то же самое делаем в обратную сторону. Вы скажете, можно продеть в иголку и не мучиться, но как бы не делать это вот каждый вот такой шаг крючком. Да, можно. Если вам так удобнее, пожалуйста, делайте. Но у нас уже здесь протянута нить и крючком я контролирую, куда я продеваю. Понимаете? Я это четко контролирую. Иглой, когда уже протянута там нить, на мой взгляд, сделать сложнее. Ну, наверное, можно. Ну, самое главное, чтобы вы поняли сам смысл. То есть мы продевали в одну сторону, а по изнанке мы по этим же дырочкам, по этим же рядочкам мы протаскиваем нашу нить в обратную сторону. Вот так вот. Сейчас на черном фоне плохо видно. Вот она, это наша прядка. Вернее, и прядка, и наша ячейка эта. И вот так вот до конца идем. До самого-до самого конца мы протаскиваем нашу вот эту вот ниточку. Девочки, мне, конечно же, сложно это делать в камеру, особенно на черной пряже. Надо было мне с белой начать. И потом вот так вот, конечно, это дело поправляем. И вот остается у нас совсем немножко, но нам нужно дойти прям до самого конца. И вот этот утонченный край, поскольку мы пряжу не обрезали ножницами, у нас здесь тонкие кончики, вот это самый важный момент. Нам нужны вот эти вот тоненькие кончики, тоненькая пряжа в конце, чтобы, когда мы все попрячем, у вас вообще ничего не будет видно. Прямо до самого конца. Даже когда остается вот такой кусочек, вот, видите, здесь уже тоньше, то есть какие-то пряди остались в прежней ячейке, какие-то идут дальше. Вот на этом этапе можно еще запрятать, а можно вот этот кончик, его просто распушить, вот сейчас уже можно. Это у нас изнанка. Мы его просто вот так вот распушиваем. Я думаю, что после ВТО это вообще не будет видно, просто от слова совсем. И вот, пожалуйста. Потом мы опять это дело все прогладим. И у вас получится, ну, в общем, делаем все то же самое с каждой прядкой. То есть идем в обратную сторону. Вот так. У вас, конечно же, получится вот здесь вот немножко утолщенное полотно, но это низ изделия, и, возможно, это даже плюс, чем минус. Ну, и это жакет. Он должен немножко быть, держать форму. И поэтому вот это, такой способ прятания кончиков, он, ну, просто шикарный. Пальто, жакеты, платье. Я жалею, что я не додумалась до этого, вот когда вязала платье Шанель. Сейчас для сравнения вам покажу низ платья, чтобы вы понимали, что вот этот способ, он лучше. Вот здесь низ платья, здесь все равно вот обрезанные вот эти кончики, они высмыкиваются. Их нужно поправлять. Здесь мы, если кто-то видел этот ролик, мы здесь проходились вот здесь по низу тамбурным швом, ну, чтобы закрепить вот здесь, да. Ну, аккуратно, конечно, все хорошо. Вот здесь платье. Так, это вот одна сторона. Вторая сторона у меня как-то немножечко топорней еще сделана. Конечно, я стремилась к аккуратности. Тут тоже тамбурный шов. Тамбурный шов тоже жесткость придал, которая мне в платье, ну, не очень-то была нужна. Поэтому вот этот способ просто прелесть прелестная. Вот посмотрите, я сейчас вам покажу. Вот здесь вот. Вот они, эти кончики. Вот видите, вот. Их просто вот так вот распушить, и они вообще будут сидеть мертво. Ну, посмотрите, какая красота. Ну, вы скажите, что здесь спрятаны кончики. Я вот, например, мне сложно увидеть, что здесь что-то спрятано. Ну, вот эту вот даже можно еще убрать, вот эту тоненькую ниточку, еще раз убрать. сейчас в камеру. Вот. Сюда входим. И вот так вот. Можно даже еще вот этот тоненький-тоненький-тонюсенький край еще вот так убрать, а можно его распушить. Видите, что получается? Никаких кончиков не видно. Абсолютно никаких. А здесь было вот то же самое, что я показываю вам вот здесь. Видите, какая прелесть прелестная. Так что, вот таким способом я буду вязать пальто. Я его обязательно буду вязать. И у меня есть пряжа из магазина Ярн 21. И я обязательно буду вязать в этом стиле вот это вот пальто. Ну, оно мне... Вот этот жакет мне очень, просто очень нравится. И я хочу такое пальто в этом же стиле. Во-первых, это легко. Во-вторых, это модно. В-третьих, я знаю, что такого жакета и такого пальто и даже такого платья я знаю, что оно в единственном экземпляре. Ну, если только кто-то из вас не свяжет что-то подобное. Ну, а теперь давайте расскажу немножко о процессе. Процессе вывязывания переда. Какая у меня здесь застежка. Какая у меня здесь красивая отделка верха изделия, там, где воротник. Итак, перед изделия я вязала уже не прибегая к своей курточке, не прикладывая. Я уже прикладывала полотно к моей спинке. То есть, мне уже выкройка была не нужна. Единственное отличие, что перед немножко шире, чем спинка. И вот здесь у меня 17 вот таких вот ячеек. Если смотреть по спинке, то здесь их 15. Что я сделала с низом жакета? Вы видите, у меня все-таки немножко округлый вот здесь вот край. То есть, вот эту деталь, вот эту я сейчас вам показываю, я вязала, начиная с 12 ячеек. Потом увеличила двумя рядочками, еще добавив 2 ячейки. То есть, у меня получилось вот здесь, по-моему, 15. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот в этой детали начиналось с 12 клеточек. Потом я увеличила до 15. То есть, добавила через ряд две ячейки. И у меня получился вот здесь вот такой вот округлый красивый край жакета. Итак, идем дальше. Здесь, я думаю, вам все понятно. Тоже немножко поиграла на расширение при помощи крючка, но не меняя вот здесь вот количество столбиков. Доходя до того момента, когда левую сторону мне нужно было расширять, я стала добавлять столбики и вот здесь. Что я делала? Расширение с левой стороны я делала в каждом черном ряду. В каждом черном ряду. А расширение вот здесь вот на борт, вы видите, что здесь вот немножечко, если положить вот так линейку, то борт не совсем прямой. Не вот так вот, а пошло расширение. Так вот, расширение вот здесь я делала через каждый черный ряд. Хотя можно было бы сделать и в каждом ряду. И на мой взгляд, когда вот так вот идет отворот, было бы еще красивее. Но, конечно же, я переделывать не буду. Просто рассказываю свои мысли. Ну и все. А дальше просто закрыла вот здесь вот сколько-то петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Где-то одиннадцать вот здесь вот ячеек закрыла. И сделала вот здесь вот пологий скос. Конечно же, здесь тоже есть скос и плеча. Вторую полочку я сделала абсолютно одинаково. Просто потом перевернула ее на другую сторону и у меня получилось зеркальное отражение вот этой вот полочки. То есть, что одну полочку, что другую я вязала абсолютно одинаково. Было увеличение влево в большей степени и вправо через черный ряд. сейчас вам в телефоне покажу как выглядела выкройка когда я уже вот сшила боковые части. Это вот выглядело приблизительно вот так. То есть, вот она эта часть и вторая часть. Дальше, конечно же, мы сшиваем боковые части и плечо. На плече, кстати, здесь небольшой скос, совершенно небольшой, буквально двумя рядочками. То есть, я закрыла несколько петель, потом выполнила полустолбик, столбик с накидом, назад вернулась и здесь сделала то же самое. Вот двумя рядочками, но это обязательно, чтобы вот здесь все-таки был скос плеча, хотя бы минимально, не просто вот так вот прямо, а скос плеча должен быть обязательно. Вот еще одно фото вам покажу. так вот выглядели две части перед и спинка. Конечно же, сначала собирается перед, собирается спинка, а потом все это дело сшивается. Вот так вот это было. Итак, сшивала я, конечно же, по лицевой стороне, потом еще делала обвязку вот этой белой пряжей, боковой, плечевые швы я тоже сшивала столбиками без накида по лицу, вот вы сейчас это видите, по лицу, возможно, здесь, я не знаю, обвязать белой пряжей или не нужно, возможно, вот на плечах это не нужно, но здесь понятно, что здесь подчеркивает все, я думаю, что рукав я буду вшивать наизнанку, не по лицу, но это опять же, попробую так, попробую по-другому и станет все понятно. Итак, когда были сшиты детали переда и спинки, только потом я стала вязать воротник. Воротник здесь все очень-очень просто, вот здесь вот в этой точке, где у нас закрыты были петли горловины, я вот здесь вот прицепилась и просто связала прямоугольник. Это обычный прямоугольник. Никаких здесь ни увеличений, ни сужений не было. Вот у меня здесь получается раз, два, три, четыре белых ряда и четыре черных ряда. Вот такой у меня получился воротник. Конечно же воротник вы можете увеличивать, может быть вы пошире его сделаете, как вам нравится. Ну, мне понравился на мой взгляд вот так вот очень красиво и когда связался воротник, только потом я стала обвязывать по периметру весь жакет. Ну, где-то выбирала точку отсчета, по-моему, она у меня была вот здесь и начинала вот так вот обвязывать, возвращаясь вот сюда и приходя опять в эту точку. Сначала обвязала здесь, по-моему, два или один один черный ряд и потом второй ряд белый. Вот такая окантовочка. Здесь у меня будут маленькие-маленькие пуговицы, как бусинки. вывязывая вот этот вот второй белый ряд, я сделала сразу петельки. Это очень просто. То есть, мы доходим вот сюда, делаем, ну, у меня пять или шесть, шесть, по-моему, воздушек. Здесь делаем шесть воздушек. Вот такое движение. Присоединяемся вот здесь, то есть, делаем петельку. Потом возвращаемся вот назад, вернее, вперед получается. То есть, довязали сюда шесть воздушек, присоединились сюда и вот здесь вот идут тамбурным швом или слепыми петлями. Вот они. Мы приходим опять в эту точку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть столбиков без накида. Опять шесть воздушек. Пропускаем, то есть, делаем петлю, опять возвращаемся тамбурным швом и в общем вот так вот мы сразу и обвязываем и делаем петельки все это в одном рядочке. А какая здесь еще особенность? Смотрите, рачьим шагом, причем зеркальным рачьим шагом, я думаю, что вы найдете в интернете, как вязать этот зеркальный рачий шаг. У меня обвязаны вот эти вот область воротника, так скажем. В остальных местах это просто столбики без накида. То есть, как только я дошла до области воротника, вот здесь вот он у меня начинается, я обвязывала рачьим шагом, но не обычным рачьим шагом, а зеркальный рачий шаг. Хотите, давайте я прямо сейчас вам покажу, что же такое рачий, зеркальный рачий шаг. Где-то есть на канале, но очень давно дело было, мне, наверное, проще показать, чем найти этот ролик про зеркальный рачий шаг, как делаю его я. Это еще из ирландского кружева эти знания, но тут тоже есть одна хитрость. Вот этот зеркальный рачий шаг, надо понять, как у вас будет лежать воротник, мы же понимаем, он может лежать вот так, а может быть вот так. Если вот так, то у меня вот эта изнаночная сторона, а обвязку я делала вот с этой стороны. То есть, тут тоже на ваше усмотрение. Посмотрите на этот зеркальный рачий шаг и поймите, какая сторона вам нравится больше, ну и сообразите, как связать так, чтобы с лица получилась та сторона, которая вам нравится больше. у меня это изнаночная сторона. Ну, давайте, в принципе, покажу, как вяжется этот зеркальный рачий шаг. Итак, зеркальный рачий шаг. Я возьму какое-нибудь место, где можно это показать, конечно же, потом распущу. Я вязала его крючком два с половиной, присоединились, воздушная петля, еще раз, вытянули и сделали, вот смотрите, вот такое движение получается против часовой стрелки и провязали воздушную петлю. Опять вытащили петлю, сделали вот такой вот перевертыш и протянули, вытащили, перевернули и сделали как бы среди этих двух петель воздушную петлю. Опять вытащили, перевернули и сделали если вдруг что-то не получается, тянет где-то, лучше распустите это место, должно все красиво быть, вытащили, перевернули и вытащили петлю. и мне вот этот вот рачий шаг зеркальный который, он мне нравится больше, чем когда мы пятимся назад. Тут мы все время идем вперед, просто вот так вот перекручиваем нашу ниточку, вот эти две петельки. Вот такое получается, причем фокус плохой. даже не знаю что взять чтобы ну получается красиво. То есть вот такие зубчики я думаю что в воротнике вот они смотрятся очень красиво. Вот это изнаночная сторона, то есть вязала я значит рачий шаг и вообще обвязку делала по изнанке чтобы изнаночная сторона была на лице. Это что касается воротника. Можно просто обвязать вот обычным обычными столбиками без накида, но на картинке которую по которой я вяжу жакет там что-то похожее. Конечно же там жакет не вязанный а сшитый и там возможно какая-то тесьма но я думаю что я максимально приблизилась к картинке вот заменив заменив эту тесьму вот таким вот зеркальным рачьим шагом. Ну вот мои хорошие надеюсь вам это видео было полезным. Теперь вы можете приступать вязать уже пальто. Выбирайте себе любую выкройку и вяжите все знания все просто все я думаю что уже даже не могут возникнуть какие-то нюансы хотя чем черт не шутит как говорится но если что ждите меня потому что сейчас после того как я закончу этот жакет я все-таки хочу связать какую-то модель спицами уже много и платье крючком и вот и жакет крючком и шапка крючком и до этого была накидка вот этого трансформер тоже крючком в общем я уже соскучилась по спицам поэтому следующий проект будет скорее всего в спицах но вот мои хорошие на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик жду ваши комментарии жду ваши вопросики я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока